Познакомиться с народными инструментами и попробовать себя в роли музыканта. Такая возможность появилась у челнинских школьников. В молодежном центре Шатлык стартовал проект, в котором участники Оркестра народных инструментов знакомят детей с этой частью музыкальной культуры. Проект проходит в два этапа – интерактивные концерты в школах и мастер-классы в молодежном центре. На одном из них побывала и съемочная группа программы «Челны-24». Одно движение рукой инструмент издает звук, который разлетается по всему залу. Сегодня юные гости знакомятся с народными инструментами и сами пробуют играть на них. Здесь и гармоники, и трещотки, и даже балалайка-контрабас. Мне эти инструменты очень понравились. Особо мне понравилась балалайка и домбры. Я сегодня познакомился с двумя новыми инструментами. Это гусли и домбры. Там вот так вот делаешь, и звук как будто в красивой книжке. Там можно не держать вот так вот, а можно вот зажимать клавиши, клавиши, и вот вверх, вниз вот делать. И потом вот менять клавиши, и получаются разные звуки. Я хочу, чтобы у меня дома были все эти инструменты. Зал разделен на пять секторов. В каждом разные инструменты. Духовые и ударные, домбры, гармоники, гусли и балалайки. Через игру и простые образы музыканты оркестра народных инструментов захватывает интерес юных зрителей. Это был медведь. Да. На самом деле это был еще не медведь, а медвежонок. А. Вот сейчас просятся медведь. Дети, во-первых, приходят уже как-то с интересом. Им это интересно. То есть у них очень такие глаза большие. Им интересно узнать про эти инструменты, потому что народные инструменты вообще мало кто знает. Проект появился благодаря гранту президента Российской Федерации. Он направлен на привлечение детей младшего школьного возраста к национальной музыкальной культуре. Дети не знают своих народных инструментов. Балалайки, домбры, гусли, баяны. И для нас это, конечно, очень печально. Все-таки национальные инструменты, свои инструменты мы считаем, что нужно знать, их нужно развивать, на них нужно играть. И вот этот огонек надо поймать сейчас. Вот здесь и сейчас их направить, направить в музыкальную школу. Если даже ребенок в дальнейшем не пойдет по стопам, не станет великим музыкантом, музыка вообще развивает психоэмоциональное состояние. Оркестр народных инструментов появился в Челнах не так давно. В этом году открыли только третий сезон. Но музыканты надеются, что город поймет важность этого направления и возьмет оркестр под свое крыло. Верния Сулейманова, Тагир Бекметов, Челны, 24.